здравствуйте дорогие друзья сегодня мы рассмотрим очень важный вопрос как планирование учет проведения консультации со студентами причем как онлайне так и в аудитории для этого мы в нашем курсе включим режим редактирования и соответственно добавляем новый вид деятельности элемент это нестандартный дополнительный элемент так и называется расписание инструкции по нему на русском языке написано вы можете прочитать можно планировать расписание как для одного студента так и для целой группы после добавления такого дополнительного модуля как обычно необходимо ввести его название я рекомендую назвать его расписание консультации и в вступлении написать цель этой консультации того чтобы студенты понимали о чем идет речь смысл состоит в том что преподаватель заранее объявляет время своих консультаций и студенты могут видеть свободен ли преподаватель в это время для проведения или проводит консультации с другими студентами вместо учителя можно назвать любым вариантом например преподаватель по предмету экономики или учитель или просто преподаватель далее необходимо ввести уточняющие настройки такие как количество встреч в расписании или количество встреч по времени можно по времени можно по расписанию или вообще никаких ограничений не выставлять защищенное время это то время после которого студент уже не может изменить запланированную консультацию это также можете прочитать сами в этих подсказках за консультации можно выставлять оценки например при проведении консультации с дипломниками в качестве оценки убирать дальную шкалу высылать уведомление на почту также очень удобно можно ввести какое-то ограничение например пока не прочитает методические указания доступа консультации не давать также можно отмечать в режиме условного доступа необходимость получения оценки и выставлять предельную дату все очень просто однако далее необходимо указать интервалы времени в течение которых студенты могут выбирать ваши консультации например это повторяющиеся консультации вы задаете дату начала и завершение ваших консультаций например на 7 место задаете дни проведения консультаций задаете время начала и завершение например 1 час в эти дни далее вы указываете место встречи перед этим можете оговорить сколько одновременно студентов может быть в этом интервале времени тоже очень интересная настройка в данном случае я оговорю вариант онлайн чат или skype или аудитория без разницы начало показа и напоминание очень удобные настройки когда получит напоминание сам студент и преподаватель вот мы видим как добавлены эти интервалы по 15 минут есть интересные настройки экспорта а теперь видим как студент зашел и выбирает себе консультацию он выбирает время и просто напросто ставит галочку когда ему нужно прибыть он видит что интервал времени свободен и нажимает сохранить свой выбор все консультация забронирована преподаватель видит в календаре у себя кто придет напоминание студенту придет на его почту заранее до начала консультации преподаватель может отменить встречу может отметить ее как проведенную соответственно она отразится в его статистике нагрузки сколько он провел консультаций с какими студентами и с какими оценками если он нажмет на пиктограмму отменить встречу студент получит уведомление здесь может быть в этой консультации и несколько студентов составит целой группы в данном случае мы видим как студент получил отказ отмену от консультации в этом окне мы видим как были вновь проведены консультации со слушателем я отметил их как проведенные и напоследок хочу сказать что вся эта деятельность преподавателя учитывается в его статистике в его отчетности которые вы можете посмотреть сами сколько вы провели консультации и с какими студентами спасибо за внимание ну 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 Продолжение следует...